Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрису Ольгу Филиппову. 10 лет с Владимиром Давидченковым, какое предательство не смогла ему простить. И новая жизнь после 40 лет. Привлекательная и талантливая женщина в прошлом являлась моделью. И стоит отметить, что на этом поприще ей удалось добиться немалых успехов. После такого опыта Ольга переквалифицировалась в актрису. В ее кинокопилке огромное количество ролей, причем в самых разных проектах. И неудивительно, что она исполняла и положительные, и отрицательные роли, так как привыкла экспериментировать. Ольга появилась на свет зимой 1977 года. Ее семья проживала под Москвой, где папа работал курьером, а мама – бухгалтером. В раннем возрасте она начала ходить в музыкальную школу, так как прекрасно пела. Как только учеба окончилась, Ольга стала студенткой технического колледжа. Именно в этом учебном заведении ее заприметили представители модельного агентства. В 2001 году ей посчастливило стать лицом авиакомпании «Сухой». Как только технический колледж был окончен, Ольга отправилась поступать в Гнесинку. На втором курсе началась ее творческая биография. Девушка начала активно участвовать в постановках театра «Летучая мышь». В фильмах она также начала сниматься в эпизодических ролях, как и многие другие актеры. Но уже в скором ситуация поменялась в лучшую сторону. Первая главная роль – драматическая картина «Кармен». Небольшая роль девушки достала солдатах. Популярность пришла к Филипповой после съемок многосерийного проекта «Райские яблочки». 2015 год принес роль в проекте «Истребители. Последний бой». Далее она снялась в картине «Все к лучшему». Талантливая актриса участвовала в третьем сезоне сериала «Пять минут тишины. Новые горизонты». Также главная роль была в фильме «Кошкин дом». В 2021 году Ольга снова сыграла в продолжении «Пять минут тишины. Симбирские морозы». В молодости Ольги частенько случались романы. Только ничего из этого не привело к чему-то серьезному. На протяжении длительного времени многие думали, что у нее отношения с актером Владимиром Довиченковым. Вскоре стало ясно, что молодые люди действительно встречаются и даже живут вместе. В 2005 году актриса родила дочь. До отношений с актрисой мужчина был уже трижды женат. На этот раз Владимир не захотел связывать себя узами брака, обосновывая это тем, что полностью разочаровался в институте брака. Ольга, в свою очередь, приняла желание любимого и не настаивала на штампе в паспорте. Больше десяти лет они прожили вместе, но потом неожиданно появилась информация о том, что эта красивая пара распалась. Их расставание было таким тяжелым для актрисы, что она еще несколько лет не могла прийти в себя после предательства любимого мужчины. Актриса рассказала, что раскол в семье произошел, когда актер уехал на съемки фильма «Левиафан». По возвращению домой мужчина стал отстраненным, ничего не объяснял. А после просто собрал вещи и ушел, не оставив даже записки. Самым тяжелым для Ольги стал тот факт, что об истинной причине расставания она узнала от знакомых и из СМИ. Оказалось, что бывший супруг изменял ей с актрисой Еленой Лядовой и уже открыто демонстрировал на публике чувство к новой возлюбленной. Ольга считает, что по отношению к ней этот поступок был неблагородным и неуважительным. Долгое время актриса не могла думать о новых отношениях. И лишь после 40 ей удалось начать жизнь с чистого листа и обрести свое счастье. У нее появился новый возлюбленный, но его имени она не раскрывает. Она признается, что очень счастлива и безумно любит своего нынешнего мужчину. Ольга привыкла ставить на первое место семью. Но несмотря на этот факт, в последнее время она активным образом начала сниматься в проектах. В 2022 году ее можно было увидеть в сериале «Кукольник». Также сейчас актриса снимается в продолжении сериала «Пять минут тишины. Море и горы». Спасибо всем огромное за внимание. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой актрисы и ее жизненной ситуации. Думаю, многие женщины ее поймут. А мне в свою очередь хочется пожелать Ольге Филипповой, этой прекрасной, талантливой женщине, успехов в творчестве, счастья в личной жизни, новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Всем большое спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьи благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова